МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Троллейбус не роскошь, а средство передвижения, но Абакану он был не положен. А первый Ту-154 в Абакане приземлился намного раньше, чем в Красноярске. Автору этих проектов на этой неделе исполнилось бы 85 лет. В футбол играют настоящие девчонки. В 11 лет они одни из лучших в стране. В подарок золотые часы и новое футбольное поле. Политические предпочтения. Первые данные социологического вопроса о том, за кого готовы отдать свои голоса жители Хакасии на выборах депутатов Верховного Совета за три недели до дня голосования. Тема мирового кризиса на рынке металлов стала ключевой на этой неделе в нашей республике. С нее неожиданно началось заседание правительства. Неожиданно, потому что в повестке дня она не значилась. Но требует, как оказалось, скорейшего вмешательства. Не только два железорудных предприятия под угрозой закрытия со всеми вытекающими социальными проблемами, но и в целом судьба двух так называемых монотерриторий. Жители Абазы и Вершины Теи, особенно работники предприятий компании Евраз, обеспокоены по поводу возможности закрытия предприятий. Стало известно, что этот вариант обсуждался на уровне руководства компании. Мы в этой ситуации не можем находиться в стороне и не вмешиваться. Уже на следующий день глава Хакасии был в Абазе. Город с населением 18 тысяч жителей. Цель поездки успокоит население. Горожане уже в поисках работы далеко за пределами не только Абазы, но и республики. И такая перспектива ждет многих, если производство остановят. Люди разъезжаются или по вахтам ездят. Потому что сейчас северные районы, там людей видать нет, столько требуется объявлений. Сейчас много туда ездит у нас Абазинская, значит на вахту ездят уже. В монотерриториях на одном лишь предприятии завязаны все вопросы жизнеобеспечения. Зарплата, а это свыше 500 миллионов рублей в год. Налоги, а это вся сфера услуг, в том числе малый бизнес, жилищно-коммунальное хозяйство и социальные объекты больницы, школы и детсады. Рудник дает у нас 70% собственных доходов, однозначно вывод. Доходов нет, значит, что город у нас сворачивается. Кроме мирового кризиса, камень преткновения еще и в том, что ресурс действующих добычных участков почти исчерпан. А чтобы осваивать новые железорудные горизонты с большим процентным содержанием железа, нужны капиталовложения. Головная же компания, не желая вкладываться в развитие производства, кто планирует отстраниться от этих вопросов, закрыв свой филиал и оставив рудник как самостоятельное предприятие. Акционерное общество, которое будет самостоятельно решать вопросы добычи, а Евраз будет эту руду только покупать. Но рудник в таких условиях долго не протянет. Виктор Зимин говорит, что есть вариант как спасти производство. Квас отстоит. В крайнем случае у нас есть второй вариант. Мы будем сами хозяевом этой фабрики. Республика пойдет на то, чтобы взять эту фабрику. Еще сложнее, чем в Абазе положение дел в вершине Теои. Это тоже филиал Евразруды и тоже под угрозой закрытия. Возможно, что там нет вариантов. На каком-то этапе мы все равно людей не бросим и создадим им рабочие места, и будем стараться оставить там. У нас там точка роста – это спорт. Лучшая трасса в России. Лучшая трасса в России. Шесть будет отелей хороших. Почти 300 мест рабочих родим. Решить с собственником вопросы относительно дальнейшей судьбы предприятий Виктор Зимин намерен до того, как могут быть приняты радикальные решения. По крайней мере, пока не объявлено о массовом сокращении рабочих. Период стагнации на предприятиях черной металлургии эксперты оценивают по-разному. По самым оптимистичным прогнозам, оживление ожидается уже в следующем году. В целом, есть мнение, что металлургия – та отрасль, которая переживает любые кризисы и выживает в любой ситуации. Потому что без металла в наше время не обойтись. Другое дело – суметь сохранить производство в период кризиса. Два других ключевых вопроса, также поднятых на заседании правительства, тоже касались производства только в сельскохозяйственной отрасли. Одно из направлений Виктор Зимин предложил поддержать – это производство молока в личных подсобных хозяйствах. Второе – уничтожить. Это китайские технологии выращивания овощей в теплицах. Крестьяне в деревнях Багратского района то и дело остаются обмануты с купщиками сырья, которые берут молоко, не рассчитывая сразу. В сумме долги исчисляются миллионами рублей. Договорных отношений нет, в итоге и в суд идти не с чем. Виктор Зимин предложил наладить работу с крестьянами без обмана. «Определить серьезного партнера по закупу молока от населения. Эта отрасль, коллеги, у нас практически городообразующая. Год с лишним, два прошло уже. Вот в поездке мы еще раз убедились, встречаясь с сельчанами, им асфальт положили. Им детский городок поставили. Много что сделали в деревне. А у людей почти ненависть к власти. По одной только причине. Потому что какой-то жулик еще полтора-два года назад не рассчитался с людьми за молоко». А с китайскими теплицами на территории Хакасии прозвучало требование покончить. Основанием стали официальные данные Россельхознадзора о превышении в почве опасных для здоровья химических соединений и использовании запрещенных препаратов, которые применяются как удобрения. «Помидоры и огурцы попадают нашим детям. Я больше чем уверен, мы не можем пресечь это. А почему они налоги не платят у нас? Изымайте все земли. Через неделю рабочее совещание под моим председательством». Как поля, занятые теплицами, превращаются в зону экологического бедствия? Как там, в прямом смысле слова, химичат? И как земли сельхозназначения используются не по назначению? Пришлось в очередной раз убедиться на этой неделе. Россельхознадзор, прокуратура и наша съемочная группа побывали там, где сельхозугодия уничтожаются в Варварске. Ширина данного карьера составляет 100 метров. Специалист сельхознадзора с помощью длинномера определяет масштабы раскопок. На участке земель сельхоз назначения Блисаяла Трояков промышленный глиняный карьер. «Ущерб здесь 18 гектар. Скрыта уже здесь площадь перекрыта где-то 16,5 гектар. Ну, где-то более трех миллионов уже ущерб нанесенной земле как природному объекту». По неофициальным данным, за последние полтора месяца отсюда вывезено около трех с половиной тысяч кубических метров глины. Как известно, материал этот широко используется в строительстве. В производстве кирпича и дело-то благое. Районные власти строят в Усть-Абакане детский сад. Чтобы его возвести, необходимо 15 миллионов штук кирпича. Открытие уже запланировано на декабрь. Стройка стройкой, а раскопка оказалась вне закона, выяснили надзорники. Странно, при этом и районные власти были в курсе, но комментариев не дают. Участок на 49 лет арендовал предприниматель с экзотическим именем Ван Шуай, якобы для сельхозработ. И прежде чем начинать добычу такого масштаба, нужно было получить соответствующую лицензию. Но на это требуется время, несколько месяцев, а порой и лет. Во-первых, документы поданы в Москву на разработку вот эту уже целый год. Мы ждем их и никак не можем дождаться документов. Ну, во-вторых, наверное, кому-то что-то поперек мы дорогу переходим или что такое. Так или иначе, но вопрос у надзорников вызвало и содержание уже действующих теплиц предприятия «Союз». Со стороны картина напоминает свалку, горы строительного хлама и куски целлофана. Но нет, предприятие это сельскохозяйственное. Овощи вращаем, капуста, картошка, помидоры, огурцы. Эта продукция попадает непосредственно на республиканские прилавки. Выращивание круглогодичное и зимой, и летом. Впрочем, безопасны ли овощи – еще под вопросом. Во время проверки эксперты Россельхознадзора обнаружили упаковки от сильнодействующих химикатов. Например, аммиачная селитра и азотное удобрение. В организм попадают человека, допустим, превращаются нитраты в нитриты. Они разносятся кровью, кислород, кровь не поступает. В общем, люди заболевают на этой почве. Это страшно. А азот надо вносить только после проведения агрохимического обследования. После того, как нужен ли вообще азот, потребность, какой дозы вносить. У нас практически здесь без учета этого вносится все. В результате надзорники собрали для экспертизы образцы почвы и овощей. На этой неделе встретиться с арендатором земель им не удалось. Составлен административный акт, а районная прокуратура уже заявила, намерена через суд добиваться разрыва договора и привлечь предпринимателя к штрафу за ущерб экологии. Скорее всего, это будет не один миллион рублей. Константин Кравцов, Сергей Казмин, Дмитрий Парахин. Вести Хакасия. События недели. 17 августа годовщина трагедии на Саяношушинской ГЭС прошло 4 года. Когда это случилось, в это трудно было поверить. Но кадры с места событий не оставляли места для сомнений. Вода под высоким напором хлынула в машинный зал. Второй гидроагрегат весом в полторы тысячи тонн взлетел под напором на 14 метров. Разогнанная до чудовищной скорости вода сметала бетонные конструкции. Погибли 75 человек. Многие начальники позорно бежали с места аварии. А женщина, сотрудница пропускного отдела, держала шлагбаум для выезжавших машин. На затапливаемой станции в течение часа продолжалась борьба за жизнь. В обесточенной станции отказала автоматика. Незакрывшиеся затворы водоводов, через которые и хлынул поток, пришлось закрывать вручную. Сегодня у нас в гостях один из восьми человек оперативного персонала, которые тогда добрались до помещения затворов, взломали железную дверь и опустили затворы, закрыв доступ воды в машинное помещение. Николай Третьяков, старший машинист гидроагрегатов оперативной службы станции. Награжден медалью ордена за заслуги перед отечеством второй степени. Николай Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот, Николай, вот в тот день было какое-то ощущение, предчувствие беды, может быть. Помните, как начинался этот день? Это был понедельник, раннее утро, пересменок. Все было как обычно или что-то не так? Это был обычный день, обычная смена. Все как стандартно. Приехали на работу, переоделись, пришли на смену, начали работать. Ничто не предвещало, кроме некоторых своих внутренних ощущений, может быть, каких-то. Ночью видел сон, над которым размышлял. Я никак не связывал его с возможностью аварии или что-то такое напротив. Именно сама авария, она в корне, скажем так, поменяла мировоззрение, может быть, и мое, и людей, потому что отношение к ГЭС было нечто такому стабильному, нерушимому. Люди убегали со станции. Вы, у вас было несколько человек, побежали именно в то место, где произошло, где застряли эти затворы, из-за которых не опускались, из-за которых бежала вода. Вот что вас заставило побежать не туда, куда бежали все, а в обратном направлении? Все знают, что оперативный персонал – это первая и последняя линия обороны. Мы знаем, где что находятся, все входы-выходы, все оборудование, как оно работает. И если не мы, то кто? Я, когда находился в помещении оперативного персонала, на моих глазах это все произошло, и там доли секунды решали жить-не жить, я просто выдвинулся с этого, ну, выбежал, грубо говоря, выбежал с этого помещения, оно немножко на возвышенности от пола машзала. И, то есть, это 2-3 секунды максимум, и уже вода, поток воды со второго агрегата, он уже дошел до шестого, то есть, где у нас помещение оперативного персонала, и меня просто смыло водой. Какой-то металлоконструкцией просто рассекло, ногу подбило, и я барахтался в этой воде, плыл. Мгновение, пока плыл, они показались, конечно, вечностью, обдумал и возможность того, что электрическим током может убить, и барахтался в воде, задерживал дыхание, чтобы не захлебнуться. И в какой-то момент, барахтаясь в воде, почувствовал ногами пол. Дальше бежал так быстро, как никогда в жизни не бежал. Выбора не было, надо было помогать, спасать, бросать затворы. Зашел на затворы, и там уже встретил всех наших героев. Благодаря той работе, которую вы проделали, скольких человек еще удалось спасти? Были, может быть, уже на грани, кто-то, вот еще бы чуть-чуть, и уже было бы бесполезно что-то делать. Да, к нам подходили работники ГЭС, мужики и женщины, рассказывая свои истории о том, что они находились в мастерских на 27-й отметке. И в момент аварии мастерские начало затапливать, вода уже заполнила все помещения. Между потолком и водой оставался там промежуток по 10-15 сантиметров. Они барахтались, висели на вентиляции, старались дышать чем-то. Воздух сжало так, что он же горячий был, то есть люди уже были на грани потерять сознание, и люди бы погибли. И в этот момент, когда затворы опустили, вода начала уходить. Иногда приходится слышать, в основном в СМИ, что поселок вернулся к прежней жизни. Это так? Насчет себя я могу сказать, что я уже не живу, как ранее, как прежде. Изменилось все. Изменилось отношение к себе, к жизни. После этого понимаешь, насколько хрупка жизнь человека. Что завтра тебе никто не гарантирует. То есть каждый день живешь, как первый и последний. Обостряется ощущение. Хочется жить, хочется добиваться. Хочется сильнее любить родных и близких. Общаться с друзьями. Познавать этот мир. Я бы желал каждому, кто перешел, прошел через эту трагедию, с легким сердцем отпустить своих родных, близких, те, которые ушли. И вспомнить о тех, кто остался все-таки. И помогать друг другу, поддерживать друг друга. Воспитывать детей. Принимать участие в жизни. Николай Николаевич, спасибо, что пришли к нам. Спасибо за тот подвиг 17 августа 2009 года. Все мы здесь живущие. Надеемся на то, что крупнейшая в истории мировой гидроэнергетики катастрофа останется в прошлом и больше никогда не повторится. Спасибо. У нас в гостях был Николай Третьяков, один из тех, кто в момент аварии на Саяношушинской ГЭС 17 августа 2009 года закрыл доступ воды в машинное помещение, опустив затворы на водоводах вручную. Это был единственный возможный вариант остановить поток воды. 17 числа в поселке Черемушки прошли траурные мероприятия, посвященные памяти погибших. В них принял участие временно исполняющий обязанности главы Хакасии Виктор Зимин. На этой неделе представители семи региональных отделений политических партий подписали соглашение о ведении честной предвыборной борьбы. С такой инициативой выступил Общероссийский народный фронт. Свидетелями подписания акта о политическом ненападении стали члены избирательной комиссии и журналисты. В подписанном документе говорится, партии обязуются вести честную борьбу на предстоящих 8 сентября региональных и муниципальных выборах, соблюдать законодательство, не применять административный ресурс в агитации, избегать черного пиара, исключить подкуп избирателей в любых формах и не допустить нарушений при подсчете голосов. КПРФ и «Справедливая Россия» отказались подписывать соглашение и покинули зал, а представители ЛДПР на церемонии подписания не присутствовали. И на этой же неделе начались первые теледебаты кандидатов на выборные должности. Они выходят в прямом эфире в ежедневном режиме на нашем телеканале по будням в 10 часов 30 минут. Согласно закону, они могут идти только в рабочие дни, продлятся теледебаты по 6 сентября включительно. И уже появились первые данные предварительного опроса населения. Респондентам предлагалось ответить на вопрос, за какую из политических партий на выборах депутатов Верховного Совета Хакасии готовы проголосовать 8 сентября. За три недели до дня голосования политические предпочтения жителей Хакасии следующие. Единая Россия на сегодняшний день набирает 53,5% голосов. КПРФ 10%, ЛДПР 9,5%. За справедливую Россию готовы отдать голоса 4,5% из числа опрошенных. За патриотов России партию пенсионеров по 3%. У коммунистов России 1%, у российской экологической партии зеленых полпроцента. И не определились с выбором или вовсе не пойдут голосовать 15% из числа опрошенных жителей городов и районов Хакасии. Троллейбусы Абакану не положены были в те годы, когда для города проектировали, а затем прокладывали линии для этих маршрутных транспортных средств общего пользования. По нормативам не хватало населения. Абаканский аэропорт принимать самолеты Ту-154 начал гораздо раньше, чем Красноярск. И это далеко не весь послужной список человека, который в Москве отстаивал для Хакасии столь необходимые проекты. Его имя Геннадий Африканович Вяткин. 85 лет со дня рождения. На этой неделе Национальный архив открыл выставку, посвященную памяти юбиляра. Геннадий Вяткин родился 15 августа 1928 года в Минусинске. Метрика – самый первый экспонат выставки в Национальном архиве. Вскоре семья переехала в Абакан. И вся жизнь Геннадия Африкановича была связана с Хакасией. Здесь он во время войны начал работать монтером связи. Сюда же, после окончания Новосибирского инженерно-строительного института, вернулся. Поработал прорабом и начальником участка строю управления. Затем был приглашен в облсполком, где вскоре его назначили заместителем председателя. Он курировал очень много отраслей. В том числе строительство, промышленность, дороги, авиацию, связь. И везде, я думаю, что он был достаточно сведущим и комбинентным человеком. Память была уникальная. Он все очень много помнил, очень много знал. И, по-моему, не было такого вопроса, на который он не мог бы ответить. Геннадий Вяткин стоял у истока всех грандиозных строек Хакасии. Но в возведении некоторых объектов его роль особенно велика. Например, в реконструкции Баканского аэропорта. В 70-е годы люди летали много, только до Красноярска выполнялось 20 рейсов в сутки. Но полоса не позволяла принимать современные на тот момент самолеты, такие как Ту-154. Он отложил все бумаги в сторону, очень заинтересованно меня выслушал. Говорит, да, это было бы здорово. Престиж Хакасии возрос бы многократно. Не только на уровне Красноярского края и Хакасии, но и на уровне Сибирского региона. Что для этого надо? Я говорю, для этого надо, прежде всего, удлинить полосу на 1200 метров. Он говорит, знаешь, я проработаю этот вопрос. В скором времени он мне звонит, говорит, ну что, вопрос я проработал, задача ясна, будем решать. И работы начались. Реконструкцию провели быстро, и вскоре в Абакан приземлилась первая Тушка из Москвы. Борт встречали руководители области и города. На этих архивных кадрах вы видите Геннадия Африкановича, когда он поднимается в самолет на экскурсию. Интересно, что даже Красноярск не мог принимать Ту-154, там приземлялись только ИЛ-18. И это возмутило первого секретаря крайкома Павла Федирко. Вскоре полосу удлинили в Красноярске. Геннадий Вяткин поддержал идею строительства нового аэровокзала. И даже летал в Алма-Ату, чья воздушная гавань считалась лучшим на тот момент аэропортом страны. И его копия появилась в Абакане, конечно, с национальным хакасским орнаментом. Еще одно детище Геннадия Африканович – абаканский троллейбус. История его появления уже обросла легендами. По нормативам тех лет троллейбус не полагалось иметь в городах с населением менее полумиллиона человек. В Абакане не было и третьей от положенного. Но Геннадию Вяткину, конечно, при поддержке руководителей более высокого ранга, удалось доказать Москве необходимость троллейбусного сообщения. Первые маршруты открылись в декабре 1980-го. Отдельная история про строительство спорткомплекса «Саяны». Когда наша команда по хоккею с мячом претендовала на выход в высшую лигу, стал вопрос о строительстве стадиона. И Геннадий Африканович стал добрым гением этой стройки. Пробил в Москве проекты, финансирование. И сам проводил ежедневные штабы на возведение объекта. Пропадало очень много здесь на стройке. Я так, наверное, может, чуть-чуть утрирую. Без него кирпич не клал, без него болт не закручивался. Он постоянно присутствовал, постоянно контролировал. Поэтому, я так думаю, стройка шла более ровно, более стабильно, что ли, в этом плане. Ну и освещение, балки эти в то время не было. Здесь, в общем, вот эти балки, которые длинные, это очень было сложно их доставить. Я знаю, какой-то был труд, там, довозили их, что-то доставляли. И все это, вот, в общем-то, под его руководством это все, я скажу. Это его чисто, его, как не энтузиаст, наверное, это его дело было. И на новеньком стадионе в 1986 году провели Кубок европейских чемпионов по хоккею с мячом. И это тоже работало на престиж области. Так же, как и появление в Абакане собственного театра кукол. Для нового театра решили построить новое здание. Но в те времена тратить деньги на объекты культуры считалось расточительством. Стройка началась под названием «Дом быта». Переделать «Дом быта» под театр кукол, это мог только Геннадий Африканович. Во-первых, это нужно было какое-то время еще не сразу афишировать. И в то же время, вот, это же не «Дом быта». Это же особые условия для работы. Особые. Так вы же понимаете. Это сцена, это зрительный зал. Это лишь четыре объекта из многих сотен, которые строились в Хакасии с 60-х по 91-й год, когда отрасль курировал Геннадий Вяткин. Жилые кварталы, театр, телецентр и Дом радио. Все это появилось в области в то время. Память об этом человеке самая светлая, говорили все, кто пришел на открытие юбилейной выставки в архив. Поэтому, наверное, никто не удивляется, что хоккеисты в память о нем вот уже 13 лет проводят в республике детский турнир, а одна из улиц в самом центре Абакана носит имя Геннадия Вяткина. Виктор Лушников, Алексей Голубев. Вести Хакасия. События недели. На этой неделе ушел из жизни легендарный журналист Василий Песков. Корреспондент «Комсомольской правды», телеведущий и путешественник. Он писал очерки о природе, вел передачу «В мире животных». Одной из самых известных его работ стала серия газетных статей «Таежный тупик». Именно он открыл сибирских отшельников, семью Лыковых. Туда к ним он впервые отправился вместе с красноярским краеведом Николаем Журавлевым. Сейчас он живет в Абакане. О семье староверов Николай Журавлев узнал от геологов. В то время он сам работал в милицейской газете. Историю решил поделиться со своим другом, корреспондентом «Комсомольской правды». Впоследствии они не раз бывали на заимке Лыковых, но первая встреча запомнилась больше всего. Тропочка идет у картофельного поля, могила почти свежая. И черный-черный крест стоит с двумя перекрестиями, прямой и наискосок. Старик выходит, поклонился с приходом, с Богом. Мы тоже говорим, значит, так же. В ответ. Через несколько минут выходят две женщины. Одеты они так, длинные рубашки, из холста подвязаны елочками. Ну, уже не так шибко изношены, потому что посторонние люди пришли. Им захотелось пофорсить, что вот все-таки хорошие у нас рубашки. И что они хорошие. На тот момент в семье Лыковых было пять человек, две дочери, Наталья и Агафия, два сына, Савин и Дмитрий и отец Карпосипович. Детям за 40 в тайгу они ушли в 30-х годах. Шел разговор такой. А где вы живете? Рассказывали, какие города есть, что есть, где здесь. А кто сейчас царь? У нас была газета. Или Хакасин, Краснодарский, Нарабочный. Там, по-моему, Брежнев был. Или еще, по-моему, еще не он. Еще и сам Карпосипович человек говорит, что он говорит, какой царь-то хороший. А сердит его, не сердит. Сейчас к тому, что в жизнь отшельников вмешались, относятся неоднозначно. Многие считают, что это и погубило семью староверов. Но, тем не менее, на таежной заимке Василий Песков был постоянным и желанным гостем. А позже Агафья Лыкова зимой сама расчищала площадку для вертолета, зная, что к ней собираются гости. Продукты они ничего не брали совершенно. Сколько не приносили геологи, сколько не угощали, сколько мы потом не ездили. С Песковым там с десяток раз были. И жили там, и ночевали. Хлеб, продукты они куда-либо в щели заткнут, под навес крыши. Дома у Николая Журавлёва, несмотря на то, что многое уже утеряно, стопки книг Василия Пескова, газетные вырезки с его подписями, фотографии. Заимка Лыковых – это лишь один эпизод их дружбы. Он может так, что надо тебе, если не хватает, он поможет. Если даже нет у него, и ты, то он последний может снять и отдать. Даже фотоаппарат. Вот ты возьми мой, поснимай. Также щедро Василий Песков делился с миллионами жителей Советского Союза всем тем интересным, что он узнавал в своих поездках. В еженедельнике он работал с 1956 года. Газеты выписывали не все, поэтому номера с его очерками передавали из рук в руки. Его статьями зачитывались, их ждали. Василий Песков умер в Москве 12 августа после продолжительной болезни. Ему было 83 года. На этой неделе в Абазе чествовали бронзовых призеров всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» команду «Девочек» спортивного клуба «Металлург». Их наставнику за весомый результат глава правительства вручил золотые часы. Команде пообещал новое полноразмерное футбольное поле. В Абазе уже имеется хороший натуральный газон, то есть теперь, судя по всему, должно быть два. Одно поле с естественным травяным покрытием, другое с искусственным. В Абазе в футбол играют настоящие девчонки. Им всего по 11-12 лет, но вкус к победам и подобающий характер уже имеются. Напоминаю, наш адрес в интернете – вести.дефисхакасия.рф. Всего вам доброго.